Охапка дров, костер готов. Это не то, что вы подумали. Не криво, а исторично, не говно, а реконструкция. Всем привет! Вы на канале RedForge в стенах кузницы Веланда. Вы могли заметить, что у нас изменилось оформление канала, и мы даже стали снимать у другого стола. Мы готовим огромное количество наикрутейших проектов специально для вас. Нас с вами стало уже 20 тысяч, и мы не могли не отметить это очередным видео. А сделаем мы с вами сегодня то, что люди используют на протяжении уже многих тысяч лет. Для высекания огня люди издревле использовали различные приспособления. Наиболее распространенными из них, начиная с римских времен, оставалось кресало. Оно широко использовалось вплоть до появления спичек в 19 веке. Кресало, от слова кресать, высекать огонь, рубить огнивом из кремня, другие названия, огниво, плашка, представляют собой полоску закаленной стали, иногда имеющую на своей поверхности очень мелкую насечку. При ударе кремня о кресало, сноп высекаемых искр воспламеняет труд, и в дальнейшем тлеющий труд раздувается, и рано или поздно при правильном сложении костра вспыхивает пламя. А если вы хотите больше исторической информации о кресалах, то специально для вас в описании мы прикрепим ссылку на нашу авторскую статью об этих прекрасных изделиях. Несмотря на то, что это, казалось бы, простое изделие, именно на нем я смогу продемонстрировать вам то, чем мы тут занимаемся каждый день. Итак, для того, чтобы сделать кресало, нам нужно сначала определиться с его формой. Наше кресало будет состоять из двух разных сортов стали. На верхнюю часть, декоративную, я буду использовать железо с низким содержанием углерода, а на нижнюю часть мы с помощью кузнечной сварки приварим высокоуглеродистую сталь, для того, чтобы лучше и больше было искр при работе кресала. А самое главное, что это исторически верно. Итак, для того, чтобы сделать то, что я задумал, мне нужно подготовить необходимое количество материала. Под верстачком я нашел кусочек железа и приготовил кусок углеродистой стали, который я сейчас отрежу и будем сваривать. Все трюки выполнен профессионалами. Специально для тех, кто переживает, что мы не используем кожух на болгарке. У кузнеца всегда есть два путя – сэкономить время или заморочиться. Я решил заморочиться специально для вас и не буду использовать сварочный аппарат. Для того, чтобы соединить эти заготовки, я стяну их проволочкой, потом аккуратненько нагрею и буду мучиться сваривать эти детали, пока они пытаются сбежать. На вскидку этому совочку около сотни лет. Я нашел его на барахолке, и он у меня теперь работает. Сейчас мы будем варить кузнечной сваркой. Что же это такое? По сути, мы нагреем два кусочка металла до очень высокой температуры, практически до плавления. Зафлюсуем их специальным порошком. В данном случае это тетраборат натрия, который очистит нам заготовки от окалина и предотвратит доступ кислорода к свариваемым поверхностям. И они взаимопроникнут друг в друга. Оу май! Это не то, что вы подумали. Во время кузнечной сварки под ударами молотка из заготовки вылетает расплавленная бура, которая, по сути, как жидкое стекло. И для того, чтобы мне не обжигало руки, мы изобрели такую вот гарду на молоток. Очень удобная штука, рекомендую, господа. С помощью кузнечной сварки я прихватил здесь кусочек, и, в принципе, проволочка мне больше не понадобится. Сейчас я удалю лишнее, снова погрею и проварю уже всю деталь целиком. Ну, собственно, наши два кусочка стали единым целым. Теперь осталось придать им нужную мне форму. Я немножко пожадничал и взял слишком большую заготовку, поэтому мне придется отрезать лишнее. Ну и в целом этот маленький кусочек не проварился, так что как раз. Теперь главное не перепутать, с какой стороны у меня углеродистый материал. Сейчас я занят приданием формы нашему кресалу. Пытаюсь, собственно, оттянуть у него усы и хвостик. Потом будем заворачивать и колить. А сколько ли надо было уголька еще сыпануть? Ну, собственно, наш кресальце имеет финальную форму. Немножечко у меня не дотянулся край. Но, как говорится, не криво, а исторично. Не говно, а реконструкция. А может быть, это кусок полумаски от шлема? После придания финальной формы я подготавливаю наше изделие к закалке, а именно нагреваю его до малинового цвета и опущу в масло только рабочую зону. Предварительный тест. Сейчас я вам покажу, как с помощью этого добыть огонь. Но перед этим я приведу его в финальный вид. Почищу и завощу. Вы знаете, на ютубе последнее время принято предупреждать подписчиков о том, что происходит что-то опасное и, например, может нанести вред вашим глазам. Глаза! 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 Так вот, сейчас я буду зачищать кресало этой металлической щеткой. Будьте осторожны, от нее отлетают металлические детали. Очки! Итак, для приготовления огня нам понадобится непосредственно кресало, которое мы сделали, камень-кремень, заранее подготовленный труд, который может быть пережженной тканью, которую потом тушат без доступа воздуха, гриб-трутовик сушеный, чага тоже гриб, ну и, например, джутовая веревка, которую мы заранее пережжем. Это все хранится в сухом контейнере, носится с собой, и вот это все представляет собой зажигалку. Но для того, чтобы у нас получился огонь, нам также понадобится какой-нибудь сухой волокнистый материал, в данном случае джутовая веревка, подготовленная щепа для того, чтобы развести огонь, и мы его разведем вот здесь, я думаю. Накладываем наш труд на кремень, так, чтобы искры попали на него после удара. Поймав искру, мы даем заняться нашей ткани, и она начинает тлеть. Кладем вот такое гнездышко, совсем слегка дуем, стараемся не вдыхать. Пальцем горячо, очень горячо. Па-бам! Кидаем это все и обкладываем щепочками. Как говорится, охапка дров... Как говорится, охапка дров, костер готов. Таким вот образом, с помощью кузнечных навыков, мы делаем огненный контент. С вами был канал Red Forge в стенах кузницы Веланда. Да, кстати, я ни разу не представился, меня зовут Антон. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Рано, б***ь! Да, скилю. Не забывайте ставить лайки. Для нас это очень важно. Все в порядке. Я так сто раз сделал. Сто два! На слово важно. Для нас ты вводишь, я говорю, важный. Да? Для нас. Но для нас ты поджигаешься. Да. Так. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Для нас это очень важно. Спасибо. 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 Продолжение следует...